Ирина Васьковская, Галатея Собакина. Действующие лица. Виктор 40 лет. Аркадий 40 лет. Саня 19 лет. Вася 19 лет. Картина первая. Сон мечта Виктора Собакина. Большой зал для торжественных собраний. Много света, лепнина на потолке, тонкие декоративные колонны с кудрявыми капителями, сдержанная позолота. На трибуну поднимается Виктор. Он улыбается и распланивается. Скромный герой. Неподалеку от трибуны стоит большая клетка, накрытая искусственным бархатом. Над трибуной плакат. Ежегодная конференция просветителей. Просвещенный православный патриотизм. Председатель собрания стоит возле трибуны с блеснящим кубком в руках и говорит в микрофон. И кубок получает Виктор Собакин. Кодовое имя Зверобой. Бурные аплодисменты, крики, стоны. Виктор с достоинством принимает кубок из рук председателя. Виктор, вам метр сорока, а вы уже заместитель министра просвещения. Что вы можете сказать о своей нелегкой миссии, Виктор? Виктор слегка краснеет, разводит руками. Работа есть работа. Кто-то должен ее делать. Бурные аплодисменты. Аплодисменты. Прекрасный ответ. Но мы знаем, Виктор, что вы приготовили для нас нечто сенсационное. Виктор ловается и кивает. Виктору. Виктор сбирается на трибуну. Все мы знаем, что суть процедуры просвещения заключается в сильнейшем ударе, наносимом психическому аппарату объекта средствами культуры. И все мы знаем, каковы последствия этого удара для объекта. Проще говоря, для гопника. Иными словами, для быдла. Вдруг, озлобившись, забирается с ногами на стул. К черту эфиризмы! Я говорю о скотах! Да, мы работаем со скотом! Виктор скидывает кулак. В зале оглушительные аплодисменты, вопли. Таких видео! Давай, давай, давай! Виктор довольно улыбается и продолжает. Таким образом, если просвещение проведено надлежащим образом, то объект начинает мутировать. С начала трансформации затрагивают телесный аспект. Например, появляются лишние конечности. Иными словами, наблюдается полимелия. С наслаждением повторяет термин. Полимелия! Полимелия! Ну и так далее. Покашливает, улыбается. Затем изменения распространяются и на нервно-психический аппарат. Могут наблюдаться расстройства речи, немота, заикание, а также вегетативные расстройства, рвота, тахикардия. Иными словами, объект погружается в состояние так называемого оглушения мировой культурой. Покашливает. Гораздо реже встречается трансформация по типу появления у объекта так называемых ложных чувств, обычной милосердии или терпимости. Крайне редко появляется такое ложное чувство, как любовь. Проще говоря, патологическая устойчивость, привязанность к предмету либо существу, заразная для окружающих, облакает на полусловии, бьет ладонью по столешнице. Достаточно! Это знают все! Мы называем эти явления прорастание человека в скоте! И нас ими не удивишь, ведь мы профессионалы! Одобрительные вопли залы. Да! Но единственный раз за всю историю просветительского движения был описан случай полной телесной и психической трансформации. У объекта произошла... Делает паузу... Смена пола! Этот случай синдром Маши Упырях описан нашими легендарными коллегами Артемием Коровиным, кодовое имя Анна Франк, и Григорием Корешковым, кодовое имя Аушвиц. Да, есть мнение, что результаты исследований фальсификация, что никакого синдрома не бывает, но сегодня я, Виктор Савакин Зверовой, я докажу вам обратное! Запомните эту минуту! Указывает на клетку... Галатея! От репетированных движений взрывает с клетки бархатную тряпку, резко просыпается, его ударил Аркадий. А? Где? Аркадий! Соберись! В поздний вечер, сквер. Виктор и Аркадий в новых спортивных костюмах сидят на корточках. Перед ними лежит дорогой мобильный телефон. Виктор нажимает кнопку на телефоне, звучит дуэт, кто нежно о любви мечтает, из оперы волшебная флейта. Виктор и Аркадий смотрят друг на друга и улыбаются. У Аркадия пластырь на щеке. Аркадий, наслаждаясь музыкой, ништяк. Так давно уже никто не говорит. Сейчас они говорят... Достает из кармана блокнот, листает. Странно, я же записывал. Переворачивает страницу. У меня, кстати, новымат. Вот я почитаю. Не надо. Зря. Такое богатство словесных оттенков, невероятная изобретательность. Листает блокнот. Какая-то акробатичность, гибкость ума. Я не устаю им удивляться. Кому? Народные смекалки, Аркаша. Аркаша, я тебе не попугайчик. Прости. Я полгода тебя прошу. Не называй меня Аркаша! Никогда не называй меня Аркаша! Но ты... Виктор перебивает. Все, 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 все. Молчат, Аркадий трогает пластырь на своей щеке. Виктор кивает на поющий телефон. Помнишь, как на этом месте Дик Богорт оборачивается и смотрит на Шарлоту Ремблинг с такой мухой в глазах? Я каждый раз плакать хочу. Я теперь всегда плакать хочу. Виктор сдувает с рукава. Пора об этом забыть. Со всеми случаются неприятности. По-твоему, это подходящее слово? Неприятности, да? Житейские мелочи? Андрею, если ты забыл, сломали обе... Я сдавал деньги ему на лекарства! Дело не в деньгах, Аркадий! Дело в настрое! Ты изменился после того... После чего того? Не начинай. Нет, скажи, после чего я изменился. Господи, ну после того, как гопник разбил тебе лицо! А ты повидел рылы этого скота! А я ведь хотел прочитать ему мое любимое стихотворение Бродского! Сам знаешь, как я его читаю? Знаю, знаю! В тебе просто пламя бушует! Мое! В твоей груди пылает жажда мести! Подменивает Аркадию! Помнишь, как мы в оперном эту арию пьяный слушали? И стал руками махать! Машет руками, изображая Аркадия! Думаешь, я неженка? Институтка? Нет! Я ко всему готов! Особенно после случая с Николаем! Виктор набожно крестится! Если бы я успел дочитать им хотя бы первое четверостищее, то мне не было бы так больно, Виктор! Молчит, трогает пластырь на щеке! К тому же, второе четверостищее начинается словами «И не встань мне раком!» И я подумал, что они отзовутся на эти строчки! Должны ведь их каменные сердца отзываться хоть на что-то! Но нет! Они не дали мне дочитать! Не волнуйся! Я ведь только начал! Я его успел произнести «Тони Муза, а воды набирает в рот!» И как один из этих скотов встал и дал мне в табло! Виктор, поморщившись от слова «табло»! Ты и сам отчасти виноват! Ах, я еще и виноват! Прекрасно, Виктор, прекрасно! Ты отлично знаешь, какую агрессивную реакцию вызывает у скотов словосочетание «в рот», произнесенное мужчиной, да еще и в обсутствии женщины! Вторец! В морду кулаком! Я говорить месяц не мог! Жаль, что всего месяц! Аркадий каменно молчит! Ну, не обижайся! Аркадий молчит! Ну что ты как девушка? Мир? Аркадий после паузы! Мир! Молчат, слушают музыку!